Виртуальная реальность у меня дома. Вау, выглядит будто прямо тут зомби на меня идёт. Эйвен? Эйвен? Всё-таки это Ани стал зомби! Вы бы это видели. В том-то и дело. Мы, мы, мы это видим. Прикол, он прям, прям ко мне подходит. Я Эйвен, и у меня сегодня день рождения. Мне исполнилось девять лет. Ну ты старик, конечно. А, Юни, это грубо. С-сорян, извините, с днём рождения, не старик. Нас ни вирус, ни ковид, не пугает, не страшит. Любой вирус и ковид, наша дружба победит. А торт будет? А? Лиса, Лиса, тебе что, Макдональдса не хватило? В смысле? Ну, ты чё, мы сегодня на нашем канале Мэджик Фэмили повторяли человеческий Макдональдс только для животных. Готовили много часов. Ролик новый необычный снимали, он же уже вышел. На Мэджик Фэмили за час до этого нашего видео. Ты чё, забыла? Ты ж с нами была. Ты чё, а сейчас вспомнила я, как вы там обжирались собачьим Макдаком. А мне ничего не досталось. Алиса, это грубо. Вот это грубо. А это жадность называется. Хватит. Хватит, успокойтесь. Вот именно, ещё не вообще у Ивана дыре. Слушай, расскажи лучше нам про своё детство. Да, покажи нам, каким ты был красивым. Эээ, что ты имеешь в виду, Миша? Ну, когда ты, ты, ты был маленьким. Получается, сейчас я, по-твоему, некрасивый. Эээ, ну всё, ребят, ну так не пойдёт. Ну что это за начало для деньрожденческого видео? Свинское. Да, Софи Парова, вышла не очень. Давай, давай сначала, а? Ладно, сегодня у меня день рождения. И мне исполнилось 9 лет. Не, ну ты всё-таки старик, ну даёшь. И у меня... Ой, простите, я забыла. Да ты что? Ох, да, и когда я был маленьким, вас всех ещё не было. А когда мне был годик, даже Софи ещё не было. А, а где я была? Ты ещё не родилась. Офигеть ты, старик. Ой, извини, ну так и что было дальше? Всё, надоело. Вот, давайте сделайте мне подарок и сами расскажите-ка историю про меня. У меня даже есть старые видеокадры. А я думала, ты их на плёнке хоронишь. Это намёк. Всё, мы расскажем эту историю. Офигеть, дедки с Алисой, ну так это монстр. Чурмойские с Алисой первые. Давай, врубайся, мы сочиним тебе день рожденческую историю. 6 апреля 2011 года родился маленький пёсик Рейвон. И он очень любил шататься где попало. И кататься в корове и в какашках. Он и сейчас так иногда делает. Хе-хе. О, мой собачий бог. У вас юмор, как у пятилетних. Да, и у него была гигантская копия. Просто реально двойник-гигант. Нет, Юми, во-первых, это собака. Во-вторых, она девочка. В-третьих, она временно жила с нами. И это не моя гигантская копия. Это вообще другая порода. Просто цвет похож. Ну, не будь занудой, а. Ладно, ладно. Короче говоря, потом маленький Рейвон понял, что он мальчик. И удивился. А-ха-ха, обхохочешься. У меня живот заболел от смеха. Ну и не слушай. Нет, уж посмотрим. Что еще ваша больная фантазия придумает? А как-то раз маленький Рейвон встретил бродячего котенка. И тот ему такой говорит. Иди отсюда. Понял. И он пошел оттуда. Да, он пошел оттуда. По горам, по долам, по полям, по полям. Далеко, далеко. И он бежал, бежал. Потом шел. Безумно интересная история. Да, Юми, ну, что дальше-то было, а? Потом он лег и полежал на траве. А потом поел травы изо рта какой-то собаки. А потом он опять вернулся домой. И там наш маленький Рейвон отобрал игрушку у гиганта. И стал его дразнить. Типа, смотри, какая у меня игрушка есть, а у тебя нет. А гигант такой ему, да дай сюда, ты мелкий. А маленький Рейвон типа такой, сама ты мелкая, да я не мелкий. Дай сюда, типа, она просто взяла и забрала игрушку ему. Господи, мой собачий, сколько глубокого смысла в этой истории. Есть чему поучиться. Короче, ему эта несправедливость надоела, и он опять пошел гулять. И пора вставать ко всяким дядькам. Ага, потом он нашел добрые руки и ушел с ними в закат. И они стали его хозяйкой. Кто, руки? Да уж, ну и история. Ну, вообще-то, Юмичу, когда я родился и подрос, она меня сразу забрала. И не было никаких других рук. Просто она тогда еще видео на ютубе не снимала. Во-во-во, ребята, смотрите, что я нашла. Фотоальбом. Давайте посмотрим. Нет, я понимаю, конечно, что мне 9 лет, но я же не такой древний. А что, я что-то не так сказала? У меня фотки все на компе есть. Сейчас покажу. На дискете. А в макбуке нет дисковода. Софи, да я пошутила. Ну, даешь. Блин. Ого! Я думала, у тебя в жизни что-то случилось. А ты, оказывается, с рождения такой испуганный и грустный. Так ты еще и с рождения такой лопаухи, что ли? Это что еще за дискриминация по ушному признаку? Дискри... Что? Он сказал дискриминация. Не парся, я тоже не знаю, что это значит. Ясно, это ты что, с вечеринки только что вернулся, что ли? Ага, тофил всю ночь. Кхм-кхм. Да. О, а это Эйвен, когда понял, что он мальчик, бежит, радуется и хочет рассказать об этом Ане. Он такой типа... Смотри, я пацан, у меня есть... Ля-ля, ля-ля. Просто забудем про эту шутку, да, Юми? Погода сегодня, говорят, хорошая. О, а это я и леденец-петушок. А это пряничный котик. Вот, знаете, в ваши времена такого уже не делают. Вот вы шутите про дискеты, хотя не знаю, откуда вы об этом знаете. Но в ваши времена такого уже не делают. О, ну начинается старая песня. Давай еще расскажи, что в наши времена собаки вот так не гуляют. Не бегают вот так вот по газону. Не катаются там по зеленой травке-муравке. Не грызут палочки больше себя размером. А потом не тащат их домой, нет. Не играют игрушками со своими хозяевами на зеленой лужайке. Не купаются в речке. Или море, или лужа на крайняк. И потом не греются на солнышке. Не бывают на природе, да, не пьют водичку из хозяйских рук. Не фоткаются на дурацком фоне. И вот эти молодые питомцы все время сидят дома, залипают в телефоны. И из-за этого толстеют и сходят с ума. И у них тик-ток головного мозга. Эм, Юми, вообще-то так и есть. Да. А, серьезно? Карантин же. Эм, ой, точно. Так что, да, ты права. Гулять можно только в ста метрах от дома. Никаких тебе весенних прогулок и шашлыков. И дистанция от остальных два метра. И уж тем более никаких полезушек с двуногими. Мало ли что. Так это же, это же, это же просто капец. Мы скоро все станем зомби. Кстати, про зомби. Тачка, ура, я всегда мечтала тачке. О, господи, зачем так орать? Нет. А, да, а что тогда? Эй, вообще-то это общий подарок от нас всех. И от нас с Юми в том числе. Вы что, забыли? Уже завтра у Айва на день рождения. Ага. Как это? Завтра уже 6 апреля? Черт, я забыла. И я. А вы, вы, вы тоже забыли, да? А вот и нет, Юмичу. Мы вообще-то с Мишей подготовились. Ого, ничего себе. Вот это крутой подарок. Слушайте, слушайте, а давайте, пожалуйста, скажем, что это наш общий подарок. Ладно? Че, хотите к нашему подарку присобачиться? Почему это сразу присобачиться, а? А не парикошатиться, например? Короче, вы, как всегда, безответственные. А вот и нет, будет вам уроком. Да ладно, София, а то у Айвана будет обидно, что они забыли опять. Ладно, только ради Айвана скажем, что общий. Ах, да, точно. Это общий подарок тебе от всех нас. Круто, спасибо. Я так рад, что Юмиски с Алисой не забыли про мой день рождения в этот раз. Да ты че, как мы могли? Мы очень старались. Или все-таки забыли. Поэтому общий. Ну вот как он догадался? Я в домике. Да, это да ты. Да ладно, проехали. Ясно. Какой кринж. Давайте лучше о хорошем. Дорогой Айван, поздравляем тебя всей волшебной семьей с днем рождения и дарим тебе PlayStation со шлемом VR. Чтобы ты мог играть в свои любимые игры про зомби. Ух ты, класс. Спасибо вам всем. Это, конечно, не тачка, но спасибо. С нюхай, с нюхай, с нюхай, с нюхай. С днем рождения. Эйвен Глин, с днем рождения. Вроде все не так уж и плохо. Уже вроде не так уж и стыдно. Нет, стыдно. Спасибо всем вам. Ну-ка, ну-ка, надену, попробую. А джойстик какой классный. Надо еще наушники надеть, чтобы не слышать. Ого, вот это круть. Я еще вроде игру не запустил. А все уже как по-настоящему. Виртуальная реальность у меня дома. Так реалистично. Выглядит как будто в жизни. Прямо тут. Вау, выглядит будто прямо тут зомби на меня идет. А очки-то не подкручены? Вот это графика. Это что, Аня? Эйвен? Эйвен? Это, это не Аня. Впервые такое вижу. Да, мы, 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 кажется тоже. Все-таки это Аня в целом зомби. Вы бы это видели. В том-то и дело. Мы, мы, мы это видим. И по-моему, это не Аня. Прикол, он прям, прям ко мне подходит. Ух ты. Надо срочно пойти посмотреть ролик про Макдональдс. Вдруг я там увижу признаки первого иращения, а не в зомби. Макдональдс. И если я, мы, мы иные. И то, что ты, мы, мы... И мы, мы... Продолжение следует...